Можно ли мусульманам с точки зрения шариата создавать кампании, где будет страхование от землетрясений? Ассаляму алейкуму, рахматуллаху, баракату, уважаемые друзья, уважаемые подписчики! Сейчас мы с вами наблюдаем огромную трагедию, которая происходит в соседних ближних странах, ближних нам по духу, по религии, где братья и сестры, их дети, родственники испытывают, конечно же, огромную катастрофу. Это землетрясение в Турции и в Сирии. Мы с вами все видим по телевизору, по новостям, что тысячи и тысячи людей, к сожалению, погибли во время последнего ужасного катаклизма природного землетрясения, которое каждый день приходят новости и уходит из жизни огромное количество людей. Это, конечно же, ужасно. Это, к сожалению, происходит периодически в нашей с вами жизни. Катастрофы, природные катаклизмы, наводнения, цунами было в 2004, по-моему, если я не ошибаюсь, году. Ужаснейший цунами в Таиланде, которое унесло сотни тысяч жизней. И возникает резонный вопрос, экономически обоснованно ли создавать компании, дозволено ли это по шариату создавать страховые компании, которые будут страховать такого рода риски. Я попробую коротко сейчас объяснить суть вопроса и поделюсь своим мнением. В результате таких катастроф, конечно же, умирают люди, приходят в негодность имущества, жилье, вещи, автомобили, транспорт. Все сносится с земли, все стирается с земли и приходит в негодность. Вопрос возникает, можно ли как-то застраховать такой риск. И это очень непростой вопрос, если мы берем с точки зрения шариата. С точки зрения экономики, это очень просто, казалось бы. Есть страховые компании, которые занимаются страхованием всевозможного рода рисков. Но давайте сначала начнем с того, что такое страхование. Страхование это как раз создание фонда, создание заначки, которое предназначено для того, чтобы покрыть убытки кого-либо, человека, семьи, либо компании в случае наступления какого-то риска. Понятно. В связи с этим возникает вопрос, какие бывают риски. Потому что страхование это всегда возмещение рисков. Это всегда попытка просчитать какой-то риск. Какие виды риска бывают? Риск, например, порчи имущества и жилья. То есть страхование дома, квартиры, офиса, гаража, склада, который кому-то принадлежит. Что может произойти с этим жильем или недвижимостью? Вот как раз, например, землетрясение. Может быть это наводнение. Это может быть, я не знаю, молнии, грозы и другие. Любого рода катаклизмы природные, которые приводят к уничтожению или повреждению имущества. Второй большой блок страхования относится к страхованию здоровья и жизни. Того, кого страхуют. Ну, естественно, людей. Это тоже огромное направление. Если мы берем мировую экономику и мировые страховые бизнесы, то это огромный рынок. Огромный, прям многомиллиардный рынок страхования. То есть страхуются здоровье, переломы, повреждения органов. И, в конце концов, например, смерть. Человек имеется в виду. Далее, огромный тоже рынок. Это рынок страхования автомобилей. Почему огромный? Потому что, ну, просто-напросто рынок автомобилей огромный. Сотни миллионов, миллиарды автомобилей ездят каждый день у нас по миру. И они могут попасть в ДТП, получить повреждения. Их могут угнать, повредить, разбить и так далее, и так далее. Вот это тоже очень огромное направление страхования автомобилей. Например, еще могут страховаться товары в пути. Допустим, кто-то заказал какой-то товар, допустим, из Китая. В контейнер идет, на корабле плывет. И вопрос, есть ли риск, что этот товар будет испорчен во время транспортировки. Вот такого рода риски тоже страховым компаниям, конечно же, страхуются. Ну и там, я не знаю, еще есть более мелкие страховые случаи, типа страхование здоровья выезжающих за рубеж, страхование, например, риска от невыезда и так далее, и так далее. Очень много, я вот сейчас назвал такие основные крупные блоки, но очень много, конечно же, есть видов страхования. Целые страховые фонды работают, например, даже в России у нас. И мы от зарплаты каждого из нас, кто работает на предприятии, какую-то часть отправляем в страховой вот этот вот фонд, который потом отправляет эти деньги в медицинские компании, для того, чтобы возместить здоровье, вылечить тех или иных сотрудников, которые, например, идут на больничный. Это тоже страхование здоровья рабочего. Надеюсь, здесь пока все понятно. Далее идем. Все страховые компании, которые работают в России, в Европе, в Америке, во всех светских странах, работают не по шариату. Это надо как бы, ну, понять. Работают не по шариату. Почему? С одной стороны, ученые говорят, что в этих схемах, в этих принципах, по которым они работают, есть гарар. То есть неопределенность. Например, я оплачиваю страховку свою за машину, но совершенно непонятно, правда, попадет моя машина в аварию или не попадет. А если она не попадет, то эти деньги остаются в страховой компании. Это и неопределенность, и несправедливость. С другой стороны, все страховые компании, которые собирают вот эти страховые, так называемые, премии, они их не просто держат у себя в сейфе, они их инвестируют. И инвестируют в недозволенные по шариату инструменты. Вот две страны одной медали, по которой ученые говорят, что стандартное светское страхование не по шариату. В этом сомнений нет. Ученые единогласно говорят, что нет дозволенности по таким видам страховой компании. То есть, если, например, я как мусульманин захочу открыть страховую компанию в России, а такие попытки у нас в России были, международная компания «Альянс» пыталась сделать своего рода такафу, сейчас я к нему подойду, у них не получилось в связи с разногласиями, законодательством, невозможностью делать какие-то отчеты, предоставлять отчеты. Ну, аллаху алим, но у них не получилось. И на сегодняшний день, я не знаю, есть ли в России или в СНГ, если есть, пожалуйста, напишите в комментариях, есть ли такафу, то есть нормальная страховая компания, схема, которая работает по принципу шариата. Я не знаю, если вы знаете, пожалуйста, напишите в комментариях. Теперь, а как надо, как надо, возникает вопрос, как нужно сделать, чтобы было по шариату. Я вот уже упомянул, слово такафул, это исламское страхование, то есть защита рисков, которые работают по принципам шариата, по исламским принципам. Суть какая? Суть очень простая, друзья. Суть должна заключаться в том, что это касса взаимопомощи. Раньше в деревнях очень давно люди, например, если что-то у кого-то случалось, например, у соседа сгорел дом, люди без разговора, без приглашения, просто-напросто собирались, скидывались и строили ему новый дом. Почему? Потому что, во-первых, они были, у них было не только материальное в голове, да, у нас сейчас явный крен в сторону материального. Они знали, что завтра это может произойти и с ними, правда? Ну и третьих, всегда соседские отношения, хак соседа, право соседа, было, конечно же, на очень высоком месте. Поэтому раньше это делалось не только по отношению к сгоревшему дому, но и там осталась вдова, например, с детьми, помогали, что-то случалось, потеряла работу, помогали, очень много было взаимопомощи. И как раз, собственно говоря, это и есть страхование. Собственно говоря, это и есть страхование. Давайте посмотрим, что сейчас происходит даже на примере Турции и Сирии. Тысячи и тысячи людей едут помогать руками, ногами, помогать, да, братьям, сестрам, людям, которые оказались в беде. Тысячи и тысячи людей отправляет государство, в том числе и Российская Федерация, в виде отрядов МЧС для того, чтобы помогать в этой катастрофе. Тысячи людей, братьев отправляют деньги туда, чтобы помочь попавшим в беде. Это, в принципе, и есть страхование, такафол. Это и есть реальный, нормальный шариатский такафол. Но, если мы хотим компанию создать, такафол, то надо пользоваться фикхом и знаниями, которые есть в нашей религии. То есть, это не должно быть неопределенности, как в собирании страховых премий, так и в выплате страховых премий. Собственно говоря, ничего нового там нет в этой схеме. Это касса взаимопомощи, собирание средств по шариату, то есть, это не обязательство должно быть, а в виде благотворительности, кто сколько хочет, кто сколько может. И при распределении, то есть, получатель страховых выплат должен, естественно, реально быть нуждающимся и попавшим в беде. И это, конечно же, решает уже комитет какой-то, да, комитет, который может состоять из вкладчиков, из компании. Поэтому, такафол, такая форма есть, в исламских странах работает, но еще раз повторюсь, то, что тут велосипед изобретать не нужно, он уже изобретен. И все, что мы сейчас с вами делаем, каждый из нас каким-то образом помогает братьям и сестрам из Турции, из Сирии, это и есть такафол, по факту. Вот, вроде постарался объяснить, надеюсь, что было понятно. Если непонятно, пожалуйста, пишите в комментариях. Пожалуйста, поставьте лайк, если было полезно. Надеюсь, давайте сделаем дуа, чтобы, во-первых, Аллах помог людям в беде, которые оказались в беде, к тем, кто умер, пусть Всевышний простит их грехи и ведет в райские сады. Давайте попросим Аллаха, чтобы он поменьше нам испытаний таких посылал. Испытаний или наказаний мы не знаем, но мы с вами прекрасно знаем, да, то, что такие вещи, конечно же, Аллах отправляет туда, где есть у нас грехи. Пусть Аллах убережет нас. Ассаляму алейкум и рахматуллахи ва баракату. Ассаляму алейкум и рахматуллахи ва баракату.